Привет, Кирилл, рад тебя видеть. Как всегда, у вас сегодня выходной, а ты тренировался. Почему? То есть, ты даже в выходные работаешь? Да нет, вчера был выходной после игры, сегодня как бы такой. Не только я, еще пацаны молодые тренировались. А так, все выходные, да. В детстве у тебя была история, что ты тренировался с женской командой даже? Да. Расскажи, как это было? Да, просто там папа знал тренера женской команды и все. И все получается так. Ходил, как бы со всеми старался кататься, они старше меня были, а я мелкий был. Катался со всеми подряд, в общем. Так получилось, что с ними тоже ходил. На шесть лет старше были, да, девчонки? Да, где-то да. Трудно было? Тогда не просто было. Мальники были, они все большие были и тяжело все было. Тебя называли прямо гундерутином с какого возраста или не было такого? У тебя был такой вот какой-то скачок? Да никогда. В мастерстве? Да нет, вроде как-то старался все постепенно, все ровно. С детства. А школьникам, когда берут состав клуба КХЛ в Кузне, это было так необычно немножко, да? Ну, да там много кто-то, кто со школы приходил, ну, Кузнецкий, в принципе, и все, кто вообще. Да все сейчас, все молодые там так в основном были в КХЛ, в КХЛ еще учились в одиннадцатом, десятом классе. А как ты узнал, что ты впервые будешь играть в КХЛ? Что-то было необычно такое, тебе сказали? Или ты так знал, что там к этому идет все? Ну, я же там сборы все проходил все равно, после сборов как бы сразу не первый матч в зоне играл, а на третий или четвертый только матч поставил. Не рабел? Ничего такого? Да, ну, так, конечно, хоть думал, что-то сразу буду играть после сборов. Ну, или что-то, может, маленькое это. Не доработал я, да. Понятно. Расскажи о самом-самом детстве. У тебя это было Кузидеево, да, деревня Кузидеева? Вот ты там там родился, да? Да. Вот ты прямо, как там вообще у вас была житуха? То есть вы там котовок, да, там, в футбольное поле, и ты все время там торчал, да? Ну, там в основном, да, что-нибудь, пару там футбольное поле. А так я ездил, каждый день ездили с папой, с мамой, с братом в город. 50 километров, 60 от города. И все. Каждый день катал на тебя туда обратно? Да. А здесь история, ты хоккей начал заниматься, тебе коньки подарили, кажется, какие-то? Да. Вспомни так все это. Это Дед Сережа Исааков. Знаете? Один, ты знаешь, где Исааков? Нет. Только хоккеист раньше был. Хабаровский играл. А, нет. В Кузне играл, праворуки такой. Да. И вот он, папа, как бы его знал, хорошо знал. Тогда еще, тем более, он в Кузне был, там, в Барнауле, и, ну, близко общались. И все, и он привез коньки, как раз, деревьями и все, и одел их. Потому что бегал, ну, как папа рассказывал. Бегал, по полосу дома. Все, потом поехали. Да. Брату не понравился хоккей. Мне понравился. Он мне не в футбол ушел, да? Ну, в футбол вообще ушел. Сейчас так на Миньку коней там бегает. Работает. Ты как бы хоккеем особо... Ты же знаешь, как вот Овечкин папу рассказывает, что он загорелся хоккеем, когда типа в телевизор шел какой-то матч. Он такой, о! И так прямо сказал, нельзя переключать, хотя бы совсем маленький. Ну, не знаю. Мне кажется, у меня даже не было, когда еще хоккеем занимался. Я думаю, даже не представил. Никаких мыслей, наверное, не было. Ну, куда? Все равно маленький. Тем более материал, там, ничего не видишь. Только как бы так. Деревенская обычная жизнь. И все. Надо считать, что с четырех лет пошел и все. Каждый день. Да. Нормально. Потом уже не мог, видимо. Тебе еду прямо на лед приносили, да? Да нет. Я что-то читал, там говорят, приходил с табуреткой, там, покушал и так. А я тогда в деревне, когда мама рассказывала. Да, мама так рассказывала. Ну, да. Ну, когда там бегали, что-то, футбол там играли во дворе. Просто покушал. Поел, дальше пошел. Ну, понятно. Никто не знает, кто будет играть на Олимпиаде, потому что состав вообще не объявлен. А есть у тебя какой-то матч, вообще Олимпиады ты раньше... С какого момента ты начал смотреть хоккей на Олимпиаду? Я? Да. Турин был, ну, там потом был Ванкувер. Есть какая-то? Наверное, Ванкувер? В 50-ом году? Да, наверное. Ты еще маленький, да? Ну, да, наверное. Да, Ванкувер, я помню. И как ты? Приехал там как раз в финал. Или так. Ванкувер вообще ночами показывал. Вы же там. По-моему, мой Ванкувер. Ну, я особо только за России, считай. Я вообще смотрел на Олимпиаду. Ну, в Сочи, конечно. На Сочи, да. Это понятное дело, да. Так, ну, Ванкувер вообще смотрел. Такой был, или, может, даже это был чемпионат мира? Был какой-то матч, который ты особенно зацепил, когда ты был уже подрос? Ну, когда Кови забил в овертайме в Кубеке. Вот. Я помню тогда. Где ты был? Приехал. Не помню, куда-то приехал домой, что ли, и как раз в матч шел. Ковальчик просто сравнял. Ну, вот этот матч у себя запомнился. Прыгал, да? Да, да. Потратился? Ну, да. Круто было. А когда с Ковальчиком познакомился? У нас это вживую. Я вживую на матче с звездами. В эфир, наверное, да. Поговорили о чем-то, что сказал Андрей Дубов? Да, да. Ну, хорошо. Что он сказал? Давай, продолжай. Да, да. Кумирище, да, надо сказать, было в то время? Да, конечно. Да, я думаю, каждому, да. Ну, да. Вопрос, кстати, вот когда приезжаешь в сборную, вам дают какие-то планшеты, да? Насколько это помогает? Планшеты? Технологичные? То есть такого раньше не было? Ну, да. Сейчас просто там смотришь также свои смены и все равно пользуешься этим. Ну, помогает же все равно тебе. А шутки где-то потом смотришь. Кто-то не любит, наоборот, смотреть, кто-то любит. Ну, сейчас видео, я думаю, везде. Во всех командах, во всех пулигах показываю всегда видео. И перед игрой там, когда кто играет, так же удобно. В принципе, захотел ты свои, там, люди, которые захотел смены, посмотреть, он тебе все скинул от смены, от смены до смены. Все твои секунды. А, не так, что он там весь мой себе третит, повторит, допустим, и ожидает. Так что он 10-15 минут займет, сложно. Ну, ты любишь пересматривать, ты голы, например, свои, там, в Ютубе, может быть, там, смотришь, а круто я сделал. А может, стесняешься, не любишь, там. Да, когда один-то, каждый пересматривает. Я так же, там, вот, после игры приду и посмотрю, как будет к этому спокойно. Наоборот, как посмотреть, как сделан, может быть, где-то маленько по-другому там бросить или что-нибудь. А был такой гол, который ты забил и потом посмотрел по в Ютубе сказал, вау, как я это сделал, круто. Потому что, например, буллит Кучерова, да, когда он даже там не найдет бросок, вот этот. Когда это, да. Ну, такая очень оригинальная фишка была. Ага. Да. Да, блин, такого особо больше нет. Бывает, что ты забил и даже сам не понимаешь, как это сделать. Ну, так, на инстинкт. Да нет, нет. Ну, сейчас, может, если в последнее время, ты, знаешь, с нижним, потому что обыграл, то вот, ну, маленько, может, это, удивился чуть-чуть. Ну, вот так, в основном, ничего особо нет. Мне там больше понравилось, как Попа еще отдал. Потому что я ему отдал, я думал, все, бросаем, и натянул. Я смотрю, не бросать куда. Назад еще. Я такую работу видел. И все. Потом он на себя. Судоровался. Есть история у каждого хитеиста, который, как тренирует бросок, там, про Куличка говорили, что он там в детстве, там, сарай с листа фанеры бросал. Как ты тренируешься? Бросок классный? То есть, есть такое? Я так же, да. В детстве вообще очень много бросал. И с папой всегда ходил на это. У нас железка там называлась, такого стадиона в Кузне. Получается, там, все терапевтишки, наверное, сейчас там ходят. Ну, шайбы, думаю, что свои были, и все. Мы там, ну, по вечерам, я всегда у стадиона жил, и ходил там прогуляться. Папа смотрел, сидел, я, например, бросал. Ну, или один так же с пацанами соберемся пойти. Просто бросали шайбы. Все. Как бы тогда. Ну, это такое. Ну, это такой, у Тарасенко кистевой бросок, по-моему, лучший в НХЛ. Вот так, если смотреть. Это в мире, наверное. Ну, в мире, да. Там рекордсмен по головам, который забыт кистевым броском. В одном сезоне 33 он забил. Вот именно кистевым. Есть такой. Вот Тарас? Да. Вот так, если посмотреть. Потому что там, в НХЛ, я считаю, даже, типа бросков. То, сколько, щелчковым забил за сезон. Вот кистевой он больше всего. Вот ты с ним общался тоже? Ну, есть с ним не общался. Ни разу? Ни с такома, да? Вот так, если смотришь на него, так и есть что-то учиться, чтобы посмотреть на другого? Ну, естественно. Ну, бросок его, это вообще. Что-то. Да? Ну, да. Очень резкий, сильный. Ну, по своему пацаны Сиба рассказывали. Когда он лежал в Сиба 13, там, его не видно. Не видно, как летели, да? Ну, может, видно, так образно. Не видно, что, ну, очень резкий, сильный вообще. Понятно. В Анхареевской традиции, наши уже новичков. Там прописывают новичков. А есть в России такое? Как у тебя в Кузне прописывали? В Саловаче? Да нет особо такого. Ну, я имею в виду, чтобы там новичок пришел и что? И чтоб что? Ну, вот он должен там, во-первых, стол оплачивает. Стол оплачивает, угощает. Ну, тут маленько в ЦСКА, например, другая маленькая ситуация. Как там прописывают? Ну, я не буду. В основном годом все это знаю. Да. Под Новый год это делается? Ну, да. Можно сказать, надо. Ну, в общем, так. Тоже есть, короче. Ну, свое есть. Обряды, да? Да. А если не называть фамилии, как прикалываются в России? Потому что там есть разные байки, там, как за границей, там всякие, пена туда-сюда, отрезают шнурки. Есть такие приколы в России? Бывают? Да нет. Давно такого не было. Тебе не отрезали галстук? Нет. А, кстати, вы начали с галстуком? У вас такой появился? Нет, я вообще не хожу. Такого нет цивильного, да? Да. Ну, хотелось бы, я бы, с радостью вспомнил. Ввели такой закон, да? Ну, да. Ну, просто стильно. Да? На стиле? Да. Ну, понятно. Все равно, пацаны, если кто приехали из НХЛ, они, как бы, все равно, так видно, кто там плащ что-нибудь оденет, там, другой шарфик, там, шарфик, все аккуратненький. Ну, видно, что оттуда. Приучено там, видимо. Ты как модник вообще? Можешь сказать, что ты любишь ходить шопиться, там, что-то такое модное? Нет. Нет. Мне вообще лень сходить. Да. Кто в одном, он сам всегда пил, там, раз сходил, секунды бывает. Сейчас, допустим, надо съездить, но не охота, но не охота. Да. Проще, когда тебе привозят. Вот так носи, это будет хорошо, да? Тем более здесь, в Москве, далеко есть магазинов и сна. Про это мы еще поговорим про Москву. Насколько тебе вот удобно такое появляется? Раньше нет было у сборной России такого стиля? Знаешь, там, машин, вот эта линейка одежда. Да. Даже вот это, говорит, не о хоккее, а просто на Олимпиаде, знаешь, когда бывает сборная России на Олимпиадах одета, и все иностранцы подвигают даже к журналистам. Говорят, давай меняться, потому что мы… ты дай русскую для тупировки, а мы тебе даем все иностранную. Ну, это здорово очень. Здорово, не здорово. На самом деле сейчас лучше и стильнее, где-то ярче, наверное, такая стала и классное удовольствие от находить. Модно и красиво, да? Ну, да. А ты смотришь… Кепки и кепки сейчас все есть. Да. Ты смотришь вообще, это как играла красная машина, какие-то старые ретро-матчи. Потому что там, я читал, даже один из ветеранов говорит, что это прям типичный, капризы, типичный игрок советской школы. А он забивал в 72-м году еще супер-серие. Вот он по стилю, говорит, похож. Что это ты говорил? Зимин. Евгений Зимин сказал, правильный хоккеист в постели. Вот ты смотришь, любишь, говорит, такие ретро-матчики? Ну, если только что-нибудь показывали, по телевизору я смотрю, так показывают это. Я, конечно, иногда посмотрю. Но так, чтобы особо прям специально смотреть, нет. То есть, наркнулся где-нибудь там в интернете так же. Только смотришь и все. Потому что, может, так ты смотришь и думаешь, ва, как доминировали раньше, там, помнишь, все пятерки. Ну, да. Не, ну их, конечно. Ну, да, ну, голов видел. В принципе. А так, каждый, наверное. А так, чтобы матчи вообще не было. Никак. У вас тройка, насколько прям, телепатическая в тисках сейчас? Шмаков шел, мол, прям вот и... Телепатическая? Знаешь, вы там, правда, можете спину друг другу видите на льду, или... Мы вообще не до такого... Не доработали, да? Особо не дошли, да. Все надо очень многое улучшать, на самом деле. Это вопрос времени, или надо постоянно обсуждать, как говорить, кто куда бежит? Мы обсуждаем, стараемся, конечно, да. И... Ну, время. Время тоже надо. Потому что мы с ними начали... Точнее, я с ними начал играть только когда... Перед сезоном, последние два матча, товарищи, было. То есть, я сыграл. Один или один даже сыграли матч. Считаю, мы в сезон так... Петровка даже не тренировались. Угу. Ты в школе был отличником до седьмого класса? Да. Это еще удивительно, потому что, если ты все время пройдем на льду, когда ты уроки-то... А откуда? Ну, я же узнаю. Я готовился. Нет, в школе, да. В седьмом, последний раз, помню, было. Да. Да. Вот когда ты спевал просто роти делать, если ты все время на льду? Да, где-то там что-нибудь писал. Да? Да нет, да, на самом деле, блин, дома все так же. Все просто приучено иногда и утром, вообще, проснешься, сделаешь. Да самое главное, просто в школе можно было хорошо учиться, да и все. А дома особо-то домашку можно было не делать. Только там главные предметы русские. Да, конечно, учителя помогали, потому что школа хоккейная и все хоккей любят. Там где-то идешь на тренировку. Вот когда у меня в седьмом начались тренировки, а не с восьмого класса. И вообще, ну, никак не успел в школу. Ну, просто ходил только на русский, там, математику, который будет экзамены сдавать потом. И все. Учителя нормально тебя отпускали, потом все понимали, да? Да, да. Ну, блин, где-то там, конечно, какие-то еще ходил, но в основном так получалось, что только два-три предмета. Потом английский стал. А хотелось тоже маленький учить, стал приходить тоже. И все. А хотелось время, там, побеситься, там, наши школьные истории, там, байки, там, пластикой играли в футбол, там, тряпку. Ну, это, естественно, классик. Двойки ставились за поведение? А? Двойки ставились за поведение? Да нет, я, кстати, с этим нормально, но мы играть-то на переменах, там, играешь, и все, что-нибудь еще. Так. Все, я думаю, все это делали, все равно хоккеисты, линейками, проб поиграем, да. Сейчас ты переезжаешь постоянно из города в город, да, там был Кузнеевск, потом Уфа, сейчас Москва. Как ты учишься где-то, институт какой-то или просто не получается? В Кузне. Там учишься? В Кузне, да. Заучено, да? На кого? На спортсмен? На спортсмен, да. Тренером станешь? Посмотрим. Посмотрим. Не знаю. Вот сейчас ты так после тренировок сидишь, там, что-то там готовишь, да, там, присылаешь туда? А, нет. Не делаю. Потом там, в конце, когда на дочери году что-нибудь просят, тогда да. Понятно. Как тебе жизнь в Москве? Насколько ты освоился уже? Потому что, когда первый раз попадаешь в Уфа, большой город достаточно, но попадаешь сразу в Москву, у тебя сразу так начинает кружиться голова немножко. Да и у меня, честно, ничего не кружилось. Я как-то спокойно, потому что с ЦСКА рядом, дом и удобно, недалеко все, больше особо ничего не надо. Да, когда там что-нибудь в центр съездить, ну, просто в выходной день, наверное, лучше съездить. Да. Так, в обычный день тяжело все равно. На Ходырке снял где-то, да? Да, конечно. Там живешь? И там этот большой торговый центр, там любишь там… Альвапарк. Да, альвапарк. Походи там, что-нибудь там, по магазинам, да? Нет, так бывает. И все такие тебя знают, капризов, капризов это, да? Да, ну, ничего. Меня никто особо это сильно не узнает, так иногда там. Кто-нибудь просит, кто, наверное, за хоккеем более-менее нормально следит. А сам большой ажиотаж когда был вокруг тебя? Может, когда на молодежном чемпионате мира играл? Молодежка, наверное, да. Самая большая та, да? Все фанаты бегали, да? Я думаю, что молодежка, наверное, да. Вторая, наверное. Вот после Канады. Когда ты там рекорды бил, да? Ну, да. Из-за этого, наверное. Павел Бурой отметил, кстати, тебя перед началом сезона, тоже был в новостях. А ты с ним… Я видел. Ты видел, да. Ты с ним общался на презентации ССК, да? Или, ну, по крайней мере, на фотографии вместе стояли? Ну, просто-то они вручали мне майки и все. Поздоровался. Ну, пожелал им удачи. И все. Так особо не пообщались, да? А, нет. Не разговаривали долго. Насколько действительно буре для тебя вот такая большая вещь? Потому что для каждого форода это такой прям русский ракет. Он все будет, все. Скорость, бросок, все. Да. У нас много таких же хоккеистов, которые… Ну, всеми восхищаешься также. Смотришь, когда их все великие и как-то… Ну, конечно, у нас в порядке. Мне кажется, он даже сейчас, наверное, бегает еще. Да. Играет. С Путиным в одной тройке. А, да. А, точно все там. Какое самое необычное сообщение тебе приходило в инстаграме? То есть тебе пишут, наверное, фанаты? Что-то такое было? Это самое необычное. Может, предлагали тебе бизнес открыть какой-то или… Да, эти рекламы… Ну, да, бывает. Да? Заходишь там, что-нибудь. Заработать или что-то. Ну, короче, там что-то бывает, пишут рекламу. Не, но есть спам. Вымести у себя на странице там что-то. Нет, это есть спам. А есть такой там… Тому же сам Панариев предлагает там кучу бизнеса открыть. Или там давай откроем там, не знаю, в Германии что-то. Или купим землю. Тержаков так купили за 300 миллионов землю. Сементы за острое. Пытались развести на деньги. Нет, не умеется такого не было. Ну, там, да, деньги просят, как бы пишут. Ну, просто непонятно, кто это пишет. Помочь всегда. Что-то непонятно. Насколько так вокруг хоккеистов крутится, знаешь, такие жучков, пытаются там развести их. Насколько надо быть… Ты молодой, насколько надо понимать, чтобы не попасть в в Капкан. Да… Просто… Когда просто такое получается, и вокруг тебя там, на самом деле, больше народу становится, и с которыми ты раньше там людьми бывала, и особо не общался там, поздоровался, и все. А сейчас… Брат, братан там… Да? Сразу? Ну, допустим, просто… Много братьев поют. Ну, это… Понятное дело, что надо поаккуратнее, и только кому доверяешь. Точно. Все. А с девушкой как ты знакомишься? Тоже, наверняка, есть такие девушки, которые постоянно пытаются с хоккеистом вот так вот завести роман. Ну, так вот… Если… В личной жизни особо не будем рассказывать, но потому что… Многие действительно так… Надо к этому понимать, привыкать, чтобы… Что что? Да. Чтобы… Знаешь, так бывает, девушки как-то так… На деньги тоже… Раскрутить… Нет? Да нет… С этим как бы я нормальный, ничего… Все аккуратно. Да? Да. Понятно. Как ты поймал пиранью? У тебя фотка в инстаграме классная, ты стоишь пиранью… С Самсоном ездили. С Самсоном? Да. И ты руками, она же зубастая как-то… Нет, мы ловили ее просто и все… Получается, поймали… Там платная рыбалка была… Мы съездили… Он любит очень сильно рыбачить… Самсон… Все, мы съездили… Поймали… Там можно фотку сделать… Быстренько спустились… Не знаю… Она не опасная или она дохлая? Нет, вроде… Нет, не дохлая… Живая… Там… Что это? Такая же зубастая… Да нет, вроде не показалось… Ничего как-то… Да, понятно… Какое самое экзотическое место где-то было? Такое… Может даже не просто оно экзотическое, а то, которое… Посмотряю и подумаю… Вау… Ну я бы туда не приезжал много-много раз… Ну не взяли именно Таилан… Там просто красиво… Ну Мальдивы был… Ну там просто красиво и все… Вот… В этом году было… Да… И все… Ну я туда… Больше чем… 5-7 дней не надо ехать… Скучно очень… А ты прямо… Опять же… Рассказываешь, что любишь уехать… Там не знаю… В Алтай, чтоб даже телефон не ловил… И сидеть… Ну Алтай – другое все равно… Ну прям… Никак… Не море… По-другому все равно… Да… Другая, блин… Такая атмосфера и все… Не то… Не то… Даже… Там какие-то горы есть… За границей… Там… Швейцария, допустим… Такое… А там какие-то другие… Свои… Свои… Просто… Да… Просто… Не знаю… С удочкой посидеть… Там почитать… Выспаться… Отключиться… Абсолютно… Это здорово… Понятно… Ты был когда-нибудь в Корее? Нет… Нет… Какие у тебя ассоциации с этой страной? Может быть там… Цой… Может быть там… Корейская кухня… Может быть там что-то… Я бы попробовал… Конечно… Да… Да… Так… Это ничего не ассоциируется… То есть ты знаешь, что такая олимпиада для мной такая мечта… У каких-то… Бывает там раз в жизни… Может быть шанс… Ну да… Здесь… Не поспорю с чего… Так и есть будет… Большая такая мечта есть, да? Ну… Меня… Ну конечно… Я думаю, каждый хочет… Поехать на олимпиаду… Да… Понятно… Чему тебя Умарк научил интересного? Кроме английского… Наверное… В хоккее… В хоккее… Много чего научил… Да… Он супер виртуоз вообще… Он супер… Он супер… Все нормально техник… Да… А… Финты какие-то подсказываешь? Да… Ну вот… Вот эти его всякие приколюшки… Может быть… Как он все равно… Он вроде кажется маленький… А как он… Ну шайби… Он всегда на нем… Ну… Отобрать у него тяжело… Допустим… Там тоже… Где-то вот эти там… Клюшкой… Ну… Очень много клюшкой… Подбивает там… Я не знаю… Всякая фигня… И смотришь… А все равно… Как будто… Так посмотришь… По маленьку… По чуть-чуть… Сейчас общаетесь? Да… Бывает… Бывает… Так… Часто не общаемся… Там… Когда… Что-нибудь у него не шло… Мы с ним общались… И у меня там… Иногда… Что-то бывало там… Никогда не играл… Он мне писал… «Почему ты не играешь?» И спрашивал… Он интересовался… Да… Понятно… Какое у тебя было самое интересное… Такое… Общение со знарком… Понятно… Что это мало было… Наверное… Общение… Такое… Может какие-то слова важные… Я тебе сказал… Потому что там был момент… Например… Когда он тебя там… Заявку не включил… Хотя… Все думали… Как это… Можно не включить капризы… Потому что… Все понимали… Что к этому идет… Все газеты писали… Вот… Опять же… Надо было как тренеру… Тактично объяснить… Что к чему… А может быть… Он тебе какой-то… Дал совет на тренировке… Потому что человек очень такой интересный… Да… На тренировке… Мы же там отдельно… Но все равно… Может он как-то там подошел… Посмотрел… Что-то такое… Нет… Не было… Да… Не было так… Мы… Пообщались… Ну… Ну… Когда я уехал… 15-го… Потому что я улетал… Помню… Все… Мы в последний день… Нет язык… Посетили… Поговорили… Ну… Чего… Тренируюсь… Да я ничего… Никаких… Кто-то говорит… Обиделся… Обиделся… Чего обижаться… Ну… Понятно… Как ты реагируешь на новости… Которые… Пишут тебе там… В интернете… Например… Написали… Вот… Лучший новичок Европы… Это сразу так… Это сейчас супер титул… Так… В том сезоне… Помнишь… Как ты реагируешь на такие… Хорошие новости… Ну… Да… Ну… Мне надо было… Вообще… Звали туда приехать… Звали в Чехии… Я не мог… Ага… Не поехали… Потому что долго… Ну дома не было… Долго… Вообще считаю… И… Хотелось ездить… А там получается… Туда сюда… Это же из Кузни… Там нет прямых… Надо до Москвы… Начало… Там долететь… И… Не хотелось… Ну… Понятно… Самый интересный вопрос от болельщиков… Когда я спросил… Какой был вопрос спросил… У Кирилла… Был такой… Насколько Кирилл Капризов капризный… Так бывает что капризный… Ведешь себя как там… Да… Капризничаешь… Какой… Да… Ну так… Чуть-чуть только… Особо… Не сильно… Там… Не знаю… В ресторане… Там… Не знаю… Холодную еду… Начинаешь капризить… Что мне принесли… Или еще что-то… Нет… Я добрый… Добрый… Да… Бывает такой момент… Что тебя в быту… Что-то может взбесить… Ты начнешь там… Кричать… Ругаться… Или ты такой… Добрый… Ну… Только… Ну… Понятно… Как тебе… Нравится… Толанин… Толанин супер играет… Ага… Восемнадцать летом вот… Я его не знал до этого… Да… А не кистевой тоже парят? Да? Кистевой… Да… Вообще-то… Да… Красава… Я даже не знал… Не слышал… Понимаешь… Сейчас он это… Вижу там… Да… Это вопрос о том… Знаешь… Все говорят… Почему у нас таких Толанин нет? Что нам… Почему они у нас не растут Толанин? Да… Это в принципе… Думаю… Просто нужно давать играть… Верить… Молодых… Все… Это я думаю… Ну… Смотря на кому… Тренер попадет… Может быть зависит… Но если ты будешь играть… И с маленького возраста… Даже какой-то там есть потенциал… Ну и мне так кажется… Просто так же не дадут тебе время… Просто так же… Не дадут же… Если тренер видит… Наверное… Стайл… С молодых… Где-то там не получается… Даже ошибаешься… Ничего страшного… Мне кажется… Ну… Ошибся… Ошибся… Дальше игра себе бывает… И все… Сколько тебе пришлось смс-ок… Когда-то в эфире КХЛ… ТВ сказал слово… Попа… В эфире КХЛ… Да… Да… Я что-то так сказал… Может не выспался… Да… Со спорта… Приехал с утра на раскатку… И потом на игру сразу… Стали у тебя подкалывать как-то или нет? Нет… Вообще ничего… То, что любят… Такие болячки ловить… Понятно… Что ты любишь… Больше всего так по жизни… Мы так закругляемся… Там есть… Не знаю… Рэп-баттлы ты любишь… Или… На ютубе какую-нибудь передачу посмотреть? Да… Сейчас все смотрят сериалы в основном… Какие ты любишь? Не… Я их особо… Ну вот… Я могу там посмотреть… Мне линк там… Скачивать это все… На ipad там… Включать неохота… А как бы так… Не знаю… Что… Полицейских с рублевкой смотрел… Бумба… А так… В основном на ютубе всякую фигню бывает… Смотрю… Но часто… Все еще… Все попало бывает… Включу, лежу когда дома… Все… А так в основном… В Соньку играю… В футбол себя? В футбол, да… Ты останешься на чемпионат мира по футболу… Или в отпуск полетишь? Куда? В Омск… В отпуск полетишь… В отпуск… В Омск тоже можно слетать… Это… Ну я хотел сходить вообще… В Москве будешь… Или там в каком-то… Ну да… В Москве будешь… Интересно, да? Я бы сходил… Да… На клон посмотрел… Ну только… Естественно там… На интересные матчи… Как бы… Ну только в России самое интересное… Разборность… Посмотрим… Посмотрим… Какие там музыкальные группы любимые? Есть такие? Да и… Все подряд… Слушаю так же… А так в основном… Бастер… Так вот… Каспийский груз, да? Ну я… Как бы… Его не так сильно… Но… Бывают некоторые песни… Бывают… И могу и так же… Слушать… Все подряд… У тебя… Папа… Какое самое необычное упражнение тебе придумал? Потому что он тебе кучу упражнений придумал… Всяких разнообразных… Не знаю… В детстве… Или еще что-то… Да ну такого не было… Что там кучу… Обычные… Стабильные… Угу… А еще что-то рассказал… По гаражам что-то прыгают… У тебя был как паркур… Прям ты по-настоящему как-то… Или просто… Маленький совсем… Да это… В детстве бесились… Там… Стадион, школа… Все рядом… И гаражи еще были… Зимой когда же это… Снега навалит… Сверху интересно попрыгать… Ну я понял… В принципе все… Последний вопрос… Насколько ты вот… Не то что такая звездная болезнь… Знаешь… Насколько там куча… Ты же в Москву приехал… Куча интервью сразу… Да там… Вопросов… Или нет такого… Шуми вокруг твоего имя… Постоянно… Лицо нашего хоккея… Я… Не-не-не… А какое лицо ты… С чего… Да нет… Я постарался все равно… Маленько… Может быть… Отлучиться от этого… Но интервью… Маленько… Ну потому что новую команду… Перешел все равно… Да… Сначала надо освоиться… Игру показывать… А потом… Как бы… Как бы… У тебя фраза была… Как только у меня начнется звездная болезнь… Всегда есть рядом тот… Кто дашь мне по башке… Ну… Чтобы этого не было… Кто это в Москве? В Москве… По телефону достаточно… Это… Спокойно… По телефону… Дадут бы и все… Хорошо… Спасибо тебе большое… Оставайся таким, какой ты есть… И… Чтобы через год мы встретимся… У тебя было все… Олимпийское золото… Куба Гагарина… Спасибо… Давай…